Привет, мои хорошие! Сегодня предлагаю вам нарисовать вместе со мной такую интересную африканскую маску. Подробный список материалов ищите под этим видео. Для начала простым карандашом сделаем разметку. Отметим примерный размер маски. Найдем ее центр. Разделим на три части. В центральной части найдем линию глаз и отметим их примерное положение кружочками. Разметим положение будущего узора на маске, объем носа и объем языка. Теперь берем линер и начинаем все аккуратно выводить. То есть здесь мы будем добавлять всевозможные узоры, всевозможные рисунки на нашу маску. Начнем с глаз, отметим их точное положение и начнем это все красиво отрисовывать. Вы можете повторять точности за мной, можно добавлять от себя какие-то элементы. Это разрешается, так как африканские маски бывают разные. И мы с вами здесь можем пофантазировать и подобавлять еще больше всевозможных нюансиков, которые придут вам в голову. Вывели узор там, где у нас находится глаз. Намек у нас есть на брови. И всевозможные узорчики добавляем. Продолжаем отмечать узоры. Данная линия у нас уже выходит на нос. То есть с объемом глаза, объемом брови мы с вами закончили. Переходим к объему щечки и уже будем отрисовывать объем носа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Из носа будет торчать декоративная кость. Африканские маски создавались для устрашения, поэтому у нас будет такой достаточно интересный в плане выполнения сюжет. То есть мы будем смело отмечать такие немножко сумасшедшие глаза, такой бивень из носа и высунутый язык. Отрисовали объем языка. И продолжаем отмечать узоры. Субтитры подогнал «Симон» Отмечаем объем уха восьмерочкой. Узорчик внутри уха. И уже окончательный объем маски выводим. И опять же не забываем добавлять узоры. В верхней части продолжаем работу. Добавляем бахрому по бокам, такими рваными линиями. Черным маркером, либо фломастером я использую маркер-кисть водостойкий. Закрываем самые черные участки. Здесь вы можете использовать либо цветные карандаши, либо акварель, либо маркеры, фломастеры. То есть не важно, чем вы будете добавлять цвет. Главное, чтобы получился вот такой вот контрастный черный оттенок, которым мы закроем самые темные элементы, самый темный узор на маске. Продолжение следует... Также в бахроме местами более точные линии добавим. Продолжение следует... И далее с правой стороной маски повторим все то же самое. Отрисуем контур и добавим самые темные черные элементы. Теперь маске остается добавить цвет. Цвет вы можете добавить любым способом. Цветные карандаши, фломастеры, акварель, как в моем случае. Если вы используете акварель, то обязательно помните, что линер, фломаркер должен быть водостойкий. Если у вас не водостойкий, то используйте цветные карандаши, либо также фломастеры. И отмечайте цвет на маске, добавляйте, раскрашивайте ее. Также по желанию можно по-своему добавить цвета. Можно нарисовать множество таких масок и по-разному их раскрасить. То есть экспериментируйте, пробуйте, уверена, у вас получится отличный результат. И на этом все. Рисунок готов. Большое спасибо за внимание. Если вам понравился видео урок, то обязательно поставьте палец вверх и расскажите о нем друзьям. Также обязательно поделитесь вашей работой в группе ВКонтакте, которая называется точно так же. Дериард рисовать может каждый. А с вами была Дериард. Помните, что рисовать может каждый. Пока-пока.